День рождения День рождения День рождения День рождения День рождения В сложных ситуациях. Ну и, конечно, сыграл бы роль Джеки Чана в какой-нибудь его комедии. Какие интересные разноплановые роли у вас, Пазыл Чан. А как насчет азиатского Джеймса Бонда? Азиатского Джеймса Бонда? Ну, это уже, если кто-то захочет снять такой фильм, то я с удовольствием сыграю. Ну, наверное, в паре с тобой, Зарин. Конечно, как может быть по-другому. Ну что же, большое спасибо за звоночек. Действительно, очень приятно слышать таких приятных людей. Тем временем мы продолжаем. И в моей студии есть уже гость. И это Анвар Асмоналиев, актер театра и кино. Доброе утро, Анвар. Ну и мой традиционный вопрос. Как обычно начинается ваше утро? Как обычно. Я просыпаюсь. Так. А потом уже смотрю ночцы и думаю, ё-моё, я опять опоздал. Опять проспал. Проспал всё время. Ну, что делать? Ну, самое главное, сегодня вы пришли к нам вовремя. Это уже маленькая победа, я считаю. Да, мы решили. Сегодня, Анвар, мы говорим о Владимире Высоцком. И вот мне очень интересно, какие роли Владимира Высоцкого вам нравятся больше всего именно как актеру? Как актеру мне нравится в театре, где он играет, Гамлета. Особенно, если уже тема касается Высоцкого, то сразу такое... Я сразу думаю, как он, быть или не быть, вот в чём вопрос. Сразу приходит вот эта фраза. И его уже эмоции как бы. Потому что часто в интернете смотрю такой ролик маленький, Гамлета. Конечно, весь спектакль не смог бы посмотреть, но ролик. Я бы сыграл Гамлета. В театре я, в кино, думаю, да, все ролики, конечно, хорошие. Но именно я подчеркнул бы этот ролик Гамлета. Отлично. Ну, действительно, Владимир Высоцкий принимал участие во многих фильмах. А вот как зритель, вы бы какой фильм готовы были бы пересматривать бесконечно? Есть любимая картина у вас? Любимая картина есть. Какая? Сейчас. «Служили два товарища». Чем нравится вам этот фильм? Ну, не знаю, такой весёлый, хороший фильм. Потому что, я не знаю почему, но в детстве я посмотрел этот фильм. И мне с детства нравится этот фильм. И поэтому я ещё раз посмотрел этот фильм. Я обязательно сегодня посмотрю. Ну, кстати, вот, да, замечательный повод. У Владимира Высоцкого уже совсем скоро будет день рождения. 25 января, дорогие друзья. Вы, кстати, тоже можете пересмотреть некоторые фильмы с участием этого актёра. Анвар, наверняка вы видели фильм о Высоцком «Спасибо, что живой». Тот самый фильм, где сыграл Безруков. Да. Вот мне бы хотелось спросить у вас, а вы бы хотели сами сыграть Высоцкого? С удовольствием. Не отказался бы, потому что как актёр, как личность, я хотел бы попробовать сыграть Высоцкого, рассказать его стихи людям, конечно же. И, конечно же, почувствовать себя поэтом, прозаиком, автором исполнителем своих песен. И, конечно же, ну, я вот недавно прочитал в интернете. Да. В 2010 году он попал в список кумиров. И он занял второе место. А первое место занял Акаса Юрий Гагарин. И он самый такой знаменитый из кумиров – Высоцкий. 90% россияне все знают фамилиями Высоцкого, а 70% – все знакомы его творчеством. Это, думаю, я сыграл бы Высоцкого. Ну, уж если мы заговорили с вами о фильмах, вот давайте поговорим немножко о современном кинематографе. Какой у вас любимый фильм на сегодняшний день? На сегодняшний день «Выживший». 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 Ну, сейчас все говорят об этом фильме. Даже вот мой соведущий, Пасулчан Ильимов, позвонил и тоже сказал, что я хочу быть этим главным героем. На самом деле сейчас, да, в моде, если раньше гремели фильмы такие трагедии, какие-то такие масштабные, то сегодня в моде такое одиночное героическое такое спасение. Ну, кстати, будем надеяться, что получит Оскар, да, Леонардо Ди Каприо в конце-то концов. Ну, он уже получил. Восстание Ди Капристов. Ну, если я не ошибаюсь, он получил «Золотой глобус». «Золотой глобус». Но Оскар у нас будет вроде, если я не ошибаюсь, в конце февраля. 19 января уже врутили, наверное. Ну, на самом деле о фильмах мы с вами заговорили совсем не зря, потому что сейчас мы будем смотреть нашу любимую рубрику под названием «Киноляпы». Сегодня у нас под прицелом замечательная картина, которая носит название «Остров проклятых». И, кстати, там тоже сыграл свою роль Леонардо. Партнер утреннего шоу «Улыбайся» – подгузники «Бомбино». «Бомбино» – забота о вашем малыше. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. В эфире утренняя программа на канале «НБТ «Улыбайся». С вами я, Зарина Хасанова. Напоминаю вам о том, что партнером нашей программы являются подгузники «Бомбино». И сегодня мы разыграем вот эту всю пачку. Я думаю, что достойный приз. Друзья, принимайте активное участие. Звоните к нам в прямой эфир по номеру 90-31-21. Вопрос сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Какую бы роль вы бы хотели сыграть в кино? Предлагаю на время абстрагироваться, пофантазировать и помечтать. Переберите в голове все фильмы, которые вам нравятся. Позвоните к нам в эфир и скажите ту самую свою заветную роль. За самый оригинальный и интересный ответ мы обязательно вручим приз. Тем временем напоминаю вам о том, что в студии сейчас я нахожусь не одна. И рядом со мной сейчас Анвар Асмоналиев, актер театра и кино. Анвар, ну давайте поговорим теперь непосредственно о вашей творческой жизни. Как продвигаются дела в театре? В театре у нас хорошо пока, потому что у нас новые постановки, уже вводы. Так как уже молодые актеры есть у нас, ну в том числе я. А как давно вы работаете актером? Уже сколько лет? Уже четвертый год. Четвертый год. А вот интересно мне, над какой постановкой вы работаете сейчас, я имею в виду театральную вашу работу? В театре мы в данный момент работаем по мотивам Чанзэйт Матова в материнское поле. И у нас уже скоро в феврале премьера. И конечно же всех приглашаем. Отлично. Да, дорогие друзья, вот приходите на премьеру в материнское поле, да? Какого числа у вас будет премьера? Ну, где-то вот 19-20-го. Ну, уже совсем скоро. Время быстро пролетит. Кстати, дорогие друзья, у нас есть телефонный звоночек, давайте его примем вместе с нашим гостем. Доброе утро. Как я поняла, звоночек, к сожалению, сорвался. Вы можете позвонить к нам еще. Так сказать, попытка не пытка, обязательно прорветесь в наш эфир, если захотите. Так что ждем вашего звонка. Анвар, ну давайте пока продолжим нашу беседу. Вот мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, что я думаю, что сейчас молодежь почему-то ходит в театры очень редко. Ну да. Что с этим делать? Ну, не знаю, наверное, это же первый вопрос к администраторам, думаю, пиар-менеджерам, думаю. Молодежь у нас... Я иногда где-то переспорил, переспорил этот вопрос, потому что иногда вот приходят молодежи, студенты именно, а когда они приходят, когда уже госэкзамен, потому что исторические там спектакли есть у Руман Хан, как Манас, такие большие эпосы, вот, или как Курман Дзян Датха, например. Вот эти спектакли приходят, потому что им нужно. Они, например, не читают, но зато хотят посмотреть и все сдать на экзамене прямо, потому что посмотрели в спектакле, я думаю. Потому что иногда смотришь, одни студенты сидят, и это уже... Ну это очень хорошо. Ну да. А потом, я думаю, нужно рекламу больше-больше о театре, о спектакле. Нужно заинтересовать, думаю, молодежь. Потому что уже 21 век, все уже... Все покращены интернетом. Интернетом, да, видеоролики. Все можно посмотреть в интернете. Я думаю, поэтому они не хотят потратить, тратить время в театре или что-то. Но ведь согласитесь, что интернет не даст тех живых эмоций и впечатлений, что театр. Это совсем другое. Конечно. Живое, прям на глазах все. Это как бы живой фильм, можно посмотреть. И потом... Я помню, в третьем классе или в четвертом классе я был в театре. Угу. И я посмотрел один спектакль, я даже забыл, как называется, уже давно. Так. Да. Я посмотрел. Я вначале думал, что они там. А потом уже понял, что там идет, как там последствия войны. Про все посмотрел. И потом уже каждую неделю начал ходить в театр. Угу. Наверное, вот с тех самых времен вы захотели стать актером. Да. Я сам не знал, но в душе я, оказывается, хотел стать актером. Угу. А когда вы уже пришли к этому решению осознанно? Да, осознанно. Потому что я уже выбрал, несмотря ни на что. Угу. Да, ладно, то, что у нас зарплата маленькая, то, что у нас такой тяжелый труд, несмотря на это, стал актером. Угу. Меня предупреждали. Замечательно. Ну, самое главное, что вы занимаетесь тем делом, которое вы действительно любите. Да. Говорят же, хорошо, когда, как же там, ты любишь свою работу, делаешь свое. Как бы любимое дело, и за это тебе и присплатят. Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь. Отлично. Еще раз доброе утро, наши дорогие телезрители. Напоминаю вам о том, что сегодня мы говорим о Владимире Высоцком. Ну, и по этой причине, конечно же, мы будем слушать именно его песни. Все внимание на экран. Еще раз доброе утро, друзья. Напоминаю, что сейчас рядом со мной находится актер театра и кино Анвар Асмоналиев. Анвар, ну, насколько я знаю, вы и в фильмах тоже снимаетесь. Какая вот недавняя, самая свежая ваша работа в кино была? Кинокартина называется «Под небесами». В главной роли режиссер Дальмир Тлеперкина. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом фильме. Какой там смысл, о чем он коротит? Смысл, ну, там о двух братьях. Между ними всегда и вражда, ненависть, конечно же, любовь, уважение к родителям, старшим уважение. Ну, и, как всегда, наверное, все люди знают про Айвеля и Кайна, про первую смерть на земле. Ну, это же в современном варианте у нас, в наши годы. То есть у вас сложные отношения в картине с братом? Да, сложные отношения и я тот эгоист. То есть у вас такой отрицательный, негативный образ? Отрицательный, негативный образ, да. Я хотел бы сказать, наша кинокартина как раз в данный момент представляет нашу страну в Бангландише. С Кыргызстана у нас участвуют четыре фильма. Вот первый фильм «Наш под небесами», вторая картина «Мирлан Абдухаллахова», «Цитак» называется, «Небесная качель». И, конечно же, короткометражная, челпанная бюро, там, «Прах земной» и «Хамбата Атлбекова», «Таксиста». Четыре фильма представляют. Ну, это замечательно, что вы прославляете наш Кыргызстан, нашу страну. А вот мне интересно, будут ли у вас новые интересные роли в кино в этом году? В этом году, дай бог, уже будет весной начнем, наверное. Фильм называется «После дождя» картина. Ну, уже где-то в мае начнем уже. Ну, судя по названию, это драма, наверное, да? И тоже о любви. Да. Отлично. О любви, о жизни. Ну что же, Анвар, большое спасибо, что сегодня вы пришли к нам в гости. И, как всегда, в завершении эфира я прошу наших гостей сказать пожелания для наших телезрителей, настроить их, так сказать, на хороший, позитивный день. Прошу вас. Всем доброе утро еще раз. Я всем желаю хорошего дня, продуктивного дня, хотел бы сказать. И чтобы все улыбались и радовались жизни. Всем пожелаю счастья, удачи, добра и процветания. Большое спасибо за ваши пожелания. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Желаю всем отличного настроения, прекрасного расположения духа. Обязательно настраивайтесь на то, что сегодня у вас все получится. И счастливые события будут выстраиваться в очередь, чтобы с вами случаться. Ну а пока мы переходим к музыкальной паузе. И это будет наша отечественная певица Анжелика. Все, внимание на экран.